Здравствуйте! В эфире «Губернии 33» обзор событий в сфере экономики и личных финансов за минувшую неделю в студии Илья Архивов. Тариф для модернизации. Одна из тем двух деловых встреч, которые на минувшей неделе провел губернатор Владимир Сипягин. Глава региона встретился с директорами компаний поставщиков энергоресурсов Владимир Энерго и Владимир Теплогаз. И на обеих прозвучала мысль о необходимости повысить тарифы, доэкономически обоснованных, достаточных для обновления объектов теплоэнергетики. От бюджетных инвестиций предприятия бы тоже не отказались. В частности, гендиректор Владимир Энерго Роман Сорокин заявил, что для эффективного электроснабжения необходимо ремонтировать и модернизировать больше сетей, чем сейчас позволяют финансы сетевой компании. Необходимо отрегулировать тарифную политику в регионе и рассмотреть вопрос вклада региональных и местных бюджетов в инвестиционную программу. Такую цитату приводит официальный сайт Белого дома. Глава Владимир Теплогаза Сергей Пиголкин на встречу привел такой пример. По крови все еще работает теплопровод 1964 года и тоже попросил помощи со стороны областной администрации. Один тариф проблему не решит, необходимо рассматривать бюджетное финансирование. Ситуация непростая и без помощи администрации справиться будет проблематично. Издержки своими силами мы сократили, но нужно решать вопрос по замене и модернизации сетевого комплекса, отметил гендиректор Владимир Теплогаза. В нынешнем году регион впервые выделил этой компании 154 миллиона рублей. С учетом этой суммы, дохода с тарифов и инвестиций, Владимир Теплогаз построил 7 новых котельных и заменил 60 километров тепловых сетей. В 2019 году компания планирует охватить работами Гороховецкий и Селивановский районы и город Латинск. Откуда дровишки? Общественники из ОНФ провели на базах и строительных рынках Владимирской области мониторинг с целью найти торговцев незаконно заготовленной древесины. Эксперты успели посетить 9 точек продажи пиломатериала во Владимире. Подавляющее большинство торговцев древесины оказались незарегистрированы в системе лес-эгоиз. То есть лес, которым те торгуют, может быть серым, срубленным незаконно. Таких точек 7 из 9. Их обязательная регистрация предусмотрена лесным кодексом и постановлением правительства России, подчеркивают ОНФ. Во Владимирском штабе не исключают, что незарегистрированные торговцы как минимум уходят от налогов. Система лес-эгоиз позволяет полностью контролировать и сделать прозрачным движение леса, начиная с момента его заготовки до реализации конечному пользователю. Многие лесоторговцы как-то слишком стыдливо ведут свою деятельность. Более чем в половине из них мы не увидели требуемых в соответствии с законодательством о защите прав потребителей информационных табличек с юридическим и торговым наименованием предприятия, его адресом и расписанием работы, добавил эксперт Народного фронта Алексей Маньков. По итогам мониторинга общественники направили обращение в областную прокуратуру с просьбой провести проверку фактов незаконной торговли древесиной без учета в системе лес-эгоиз. Одному предпринимателю уже внесено представление об устранении нарушений. В деревообработке экономят не только на налогах. Теперь уже бывший гендиректор муромского мебельного производства задолжал рабочим более 7 миллионов рублей. Зарплату ждали 158 сотрудников муромского филиала ПК «Торис Групп». С начала октября прошлого года до конца октября этого обвиняемый не платил подчиненным из личной корыстной заинтересованности. В тот же период, как информирует региональная прокуратура, он частично не давал зарплату еще 28 рабочим. А это еще 400 с лишним тысячам. Уголовное дело передано в суд. А вот рабочим Гусевского Армагуса начали выплачивать долги по зарплате. Рабочим завода Армагус в Гусь-Хрустальном начали выплачивать долги по зарплате. Напомним, деньги людям задерживали в течение двух месяцев, начиная с июля. Сотрудники завода даже хотели объявить забастовку. Им нечем было платить по кредитам и за коммунальные услуги. Предприятие производит трубопроводную арматуру, заказчики тянули с оплатой. Владельцы Армагуса находятся в Москве, руководство рабочим ничего не объясняло. Люди обратились в трудовую инспекцию. Ее сотрудники провели проверку и выявили нарушение. Зарплату не получали 132 работника завода. Общая сумма долга порядка 15 миллионов рублей. 11 октября в адрес Государственной инспекции труда пришло письмо о исполнении нашего предписания в требовании погасить задолженность по заработной плате. И прописано, что задолженность погашена в размере 13 миллионов 266 тысяч рублей. Но, к сожалению, осталось еще погасить 2 миллиона 65 тысяч рублей. От административной ответственности руководству Армагуса теперь не уйти. По закону за невыплату зарплаты юридическому лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, независимо от того, погашен долг или нет. Предприятие уже занесено в реестр задолженности по заработной плате, который ведет Государственная инспекция труда. Ипотечное кредитование медиков стало темой обсуждения на прошедшем заседании Комитета по соцполитике и здравоохранению ЗАГС Собрания Владимирской области. Депутаты одобрили изменения в программе медицинской ипотеки. Из 249 медработников, принимающих на данный момент участие в программе, 220 оформили ипотечный кредит с 2015 по 2017 годы по ставке от 11 до 16%. С этого года банки стали предлагать более низкую ставку, менее 10, о чем мы сообщали в прошлом обзоре. У врачей появилась возможность перекредитоваться и сэкономить, если бы не одно но. Они теряли право на ежемесячную компенсацию в размере 50% расходов на оплату процентов, не более 5 тысяч рублей, в течение пяти лет. Это было связано с тем, что прежняя редакция закона не предусматривала варианты распространения льготы на новый договор, который заключается при перекредитовании. Отныне рефинансированию жилищного кредита ничто не мешает. Для служащих закон о жилищных субсидиях напротив, ужесточили. Субсидию получат только те сотрудники, чей стаж работы в бюджетном учреждении превышает три года. Сама строительная отрасль региона сейчас находится в ожидании принципиального решения. В ЗАГС собрания внесли законопроект о возвращении градостроительных полномочий с областного уровня назад в мэрии города Владимира. Возвращение прежней практики по задумке должно произойти 1 января. Выдачей разрешений в сфере градостроительства и распоряжения земельными ресурсами несколько месяцев занимался областной департамент строительства. А малоэтажка оставалась за мэрией. Владимирцы последствий передачи полномочий могли и не заметить, большинство зданий, которые начали возводить в этом году, документы получали заранее в оранжевом доме. Однако на прошедшей неделе вопрос рассматривать так и не стали, исключив из повестки. Глава региона еще не дал заключения по проекту закона. В Белом доме сообщили, что реакция на документ последует после изучения позиций всех заинтересованных сторон, начиная с бизнеса и заканчивая рядовыми жителями. И снова о начинающих предпринимателях. За время реализации проекта «Мама-предприниматель» в нашей области в нем поучаствовали более 60 женщин. Многие из них смогли открыть свой бизнес и раскрутить его. О новых проектах Владимирских мам и идеях, которые за год смогли окупить себя, в следующем материале. Они успевают все – быть хорошими мамами и хозяйками, и при этом пробовать себя в бизнесе. Вот уже третий год подряд конкурс женского предпринимательства объединяет молодых мам, мечтающих о собственном деле. Социально-образовательный проект «Мама-предприниматель» реализуется в федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и общественной организации «Опора России». В нашей области занятия проходят на базе Центра поддержки предпринимательства регионального бизнес-инкубатора. В течение пяти дней женщины обучались основам предпринимательского дела. То есть чем мы занимаемся там? Мы привлекаем мамочек, желающих открыть свое дело. Проводим обучение, бизнес-тренинги. Стараемся им отвечать на те вопросы, которые они заинтересованы, и помогать, что же нужно для того, чтобы открыть свое новое дело, чтобы этот бизнес у них расцветал. 28 женщин, начинающих предпринимателей, уже определились, чем они хотят заниматься в будущем. Они приходят с готовыми идеями и бизнес-проектами. Но в процессе обучения, как показывает практика, некоторые участницы меняют свои планы и начинают двигаться в совершенно другом направлении. Мы хотим прежде всего научить именно женским премудростям в бизнесе, потому что все-таки женщины и мужчины по-разному ведут свой бизнес. Нам вот хочется именно наших женщин поднять. Образовательная программа «Мама-предприниматель» разработана специально для молодых матерей в декрете или стоящих на учете в службе занятости. Важная практическая часть проекта – посещение предприятий, во главе которых стоят женщины. Светлана Капустина создала свой бизнес 13 лет назад. Начиналось все с кредитов, займов и коллектива из четырех человек. Сейчас Светлана – успешная бизнес-леди, генеральный директор швейной мастерской «Ажур» и мама двоих детей. Участницы проекта буквально завалили ее вопросами, среди которых самые актуальные – с чего начать свой бизнес, чтобы не прогореть. Первое, что у тебя должна быть подушка безопасности в виде денег, помощники в виде какой-то команды. Ну или когда безвыходная ситуация, хочешь не хочешь, все равно выкрапкаешь, надо тоже об этом помнить. По итогам обучения девушки вышли на защиту своих проектов. Мнение жюри – планы начинающих бизнес-леди можно реализовать, но с помощью более опытных коллег. Ну а победил проект Екатерины Комаровой – высший балл без лишнего стресса. Преподаватель русского языка и литературы работает в первом лицее и параллельно готовит школьников к единому государственному экзамену. При этом делает упор на преодоление стресса и неуверенности в себе. На средства гранта Екатерина планирует снять помещение для занятий и открыть свой сайт. У меня родилась идея такого проекта, где в комфортной атмосфере мини-групп мы занимаемся по направлениям единого государственного экзамена и, соответственно, стресс снимаем. У нас в каждом курсе занятий предполагается работа с психологом и тренинги с психологом. Обязательные и ситуации проживания экзамена. То есть все сделано, как на реальном экзамене, что ребенок пришел на реальный экзамен и уже ничего не боялся. Я чувствую себя так, как будто получила Оскар. Для меня, наверное, сегодня эта победа действительно равноценна этому самому Оскару, потому что это подтверждение того, что мой проект жизнеспособен. Отмечу, за время реализации проекта «Мама-предприниматель» в нашей области в нем приняли участие более 60 женщин. Многие из них смогли открыть свой бизнес и сделать его успешным. Татьяна Гордеева, Екатерина Глазкова, Виталий Сергеев, Губерния, 33. Рынок общественного транспорта. Во Владимире захлестнули перемены. Объявлены новые конкурсы на устоявшиеся и обновленные маршруты. Один из конкурсов уже позади. А заказаны новые автобусы. Крупнейший из действующих перевозчиков компании АДМ ждет 50 новых волгобасов производства как Волжского завода, так и предприятия Ворше-Собинского района. И тестирует ряд моделей этого бренда на наших дорогах. А вот еще одно новшество, которое никак не внедрят. Во Владимирских автобусах могут появиться терминалы для оплаты проезда. Городские власти объявили конкурс на обеспечение городского транспорта автоматическими устройствами оплаты проезда валидаторами. Вместо привычных жителям других городов терминалов в салоне, куда вставляют или прикладывают транспортные карты, переносными валидаторами снабдят кондукторов. То есть сокращений не планируется. А вот отдельные транспортные карты могут появиться. Работать аппараты будут со всеми используемые в России платежами системы. Вести автоматическую систему решено для прозрачности расчетов. Мы сможем понять пассажиропоток и определить, как часто пользуются общественным транспортом льготники, сообщили в мэрии. Предполагается, что валидаторы в автобусах и троллейбусах закупят и установят один из крупных российских банков. Это следует из контрактной документации. Начнут с Владимир-пассажир-транса и частного АДМ. Банк-поставщик оборудования выступит как инвестор и будет получать средства за текущее обслуживание системы. Конкурс запланировали на 15 ноября. Еще 10 дней уйдет на подписание договора. Отразится ли новшество на тарифе для пассажиров, не сообщается. На этом у меня все. Новый обзор экономических событий в регионе ровно через неделю. До встречи на канале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова